Продолжаем кушать с Андрюшей. Папа нас отвлёк разговором. Говорит, что здесь столько игрушек раскидано? Я говорю, а вот как только мы мультики выключаем, у нас сразу игрушки разбросаны, естественно. Ну, а где Андрюша там? Андрюша принципиально не сидел в стульчике для кормления. Это вообще не для этого ребёнка. Он кричал, орал и, в общем, не ел ничего. Пришлось его просто вот так сажать к телевизору и вот так кормить. Ну, и потом он всегда повторял за старшей сестрой всё, потому что она тоже сидела здесь возле стола. Ну, так получается, что в привычке нами управляют. Потом придётся много усилий, чтобы объяснять, прикладывать, что надо кушать за столом. А для этого должна быть своя квартира, своя кухня личная, да? где кушают, все с семьёй сидят. И телевизор на кухне тоже хорошо показывает. Да? И есть у каждого своя комната, и у мальчика, и у девочки. Где они могут поиграть в свои игрушки. Ну, слушайте, в ипотеку влезать я вообще не учу. Я хочу, это жесть просто. Если ты влезаешь в ипотеку, ты просто... Ты не видишь ни света белого, ничего. Как робот живёшь. Только успеваешь платить за ипотеку, а если дети болеют, кто с ними сидеть будет? Что, больных водить садик в школу, это вообще нереально. А значит, они одни без присмотра. Это могут быть всякие несчастные случаи. Бабушка у нас тоже работает. На дедушку не всегда можно положиться. Дедушка у нас очень сложный человек. Папа работает всё время. Иногда сутками. Вот сегодня суток пришёл, сейчас опять побежит работать. Часик всего. Поспал. Вообще не знаю. Я за всё переживаю. Голова квадратная. Думаешь, когда это всё закончится. Андрей, сядь, пожалуйста, на стул. Сядь. Сядь. И сиди спокойненько. Сядь, пожалуйста. Вот такой ребёнок у нас. Второй мальчик. Вот мальчик он такой. Вот он не сидит. Вот он туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну как ты ему не объяснишь? Всё, вот его нет. Он уже пошёл играть. Ещё ложечку давай скушаем, Андрей. Давай ещё ложечку, а? Давай. Молодец.